Гетмовис. Канал для всей семьи. Докальный мой помощник и добрый мой сосед. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А я Катю. Так быстро я ещё никого не находил. Это всё только потому, что я большой. Кате это не мешает. Кстати, а где? Вам маленьким. И прятаться легче, и вообще всё. Никаких забот. Уверен? Я бы с радостью побыл фиксиком. Жаль, это невозможно. Хм, возможно. Как? С помощью очков виртуальной реальности. Точно! У Кати как раз так и есть. Жаль, она всё самое интересное пропустит. Как же? Без меня вы очки не найдёте. Ой. Внутри очков виртуальной реальности есть две линзы, на которые выступает изображение. Оба глаза видят очень похожие картинки, но снятые камерами с разных углов. И мозг думает, что это один объёмный 3D кадр. Сколько ни верти головой, его краёк не видно. Кстати, все движения чувствуют датчики. Поэтому в виртуальных очках можно играть, кататься на аттракционах и даже тренироваться. Готово! Мы такую игру придумали! Сейчас проверим, какой из тебя фиксик. Тебе надо добраться до кухни и починить тостер за пять минут. Мне и трёх хватит. Включайте. Ого! Какое всё огромное! Ой, мамочки! Прыдай! Высоко! Я говорил, он и минуты не протянет. Тыдыщ! Это было не трудно. А теперь доберись-ка до лестницы. Да тут всего три шага. Ха-ха! Ага! Сто тридцать три! Беги, Дим Димыч! Беги! Ой! А фиксибор-то где? Фиксика всегда выручает смекалка. Тим Димыч, хватайся за верёвку! Ох! Мамочки! Ааа! Надо будет тоже так попробовать! Ааааа! Кусачка! Привет. Кусачка? У меня дома? Шутка. Ай! Это же я! Ой! Ай! 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 Рано радуешься! Еще Тостер чинит. Минута осталась. А как я без помогатора? Ну, ай! Тоже шутка. Ой, ай, помогите! Помогите! Тостер, беги, дыши, пикси. Тут темно же. У меня и волосы не светятся. Спасите! Не хочу быть больше фиксиком! Первые очки, в которых можно было увидеть объемное изображение, изобрели еще в 19 веке. Назывался этот прибор стереоскоп. Ничего не напоминает. Сегодня в похожих очках смотрят кино в формате 3D. А теперь вернемся в прошлый век. Тогда придумали первый аттракцион с виртуальной реальностью. Затомывая голову внутрь вот такой машины, человек ощущал себя, например, гонщиком. Он видел картинку, слышал звук, чувствовал запах. И кресло под ним фибрировало. А сегодня сидеть на одном месте не нужно. Просто надеваете на голову шлем, берете пару датчиков и вы выгрят. Спасите! А-а-а! Спасите! Все, все! Снимайте! Кто я? Где я? Ну как, легко быть фиксиком. Никаких забот. Вот! Ха-ха! Пожалуй, я лучше останусь человеком. А я другую игру принесла. О! Вот тут ни от кого прятаться не надо. О! Опять! Нет! Кроссовки. Бодрое утро. Привет, Дим Димыч. Смотри, какие мне мама кроссовки купила. Они светятся. Ого! Классные! У тебя таких нет. А с чего ты взяла, что нет? Есть. Да? Покажи. Вот и покажу. Только зубы почищу. Перезвоню. У тебя правда есть светящиеся кроссовки? Нет. Эх! Зато у меня есть друзья, которые могут сделать все. Даже такие кроссовки. Или не могут? Вообще могут. Да там деловка! Лампочки вставить и готово. Так, Морик, за батарейками. Дим Димыч, у тебя кроссовки. Ага. А я к Чудакову. За светодиодами. Ого! Какая тут подошва! Хм, у тебя тоже такая есть. Да? Да? Подошва кроссовок состоит из материалов, которые хорошо пружинят или, говоря по-умному, амортизируют. Поэтому, если в такой обуви долго ходить, бегать или прыгать, то спина и ноги не устанут. Снизу подошва всегда неровная, с выемками и бугорками, и даже шипами, чтобы не поскользнуться на траве. А еще у кроссовок есть дырочки или сепка, для того, чтобы нога не потела. Звони, Катя! Ну, и где же твои кроссовки? Вот. Ого! И лампочки у меня ярче. А, зато я могу пультом управлять. Смотри, горит. Оп, не горит. Ха! Мне только ногой топнуть надо. Ври больше. Ой, я тебя не вижу. Ты тут? А? Тим Тимыч! Алло! Что? Твои кроссовки так не умеют. Но у меня же есть друзья, которые умеют все. Ах, есть. Алло! Алло! Тим Тимыч! О, теперь нормально. Смотри. Хоп! Горят! Хоп! Не горят. Хоп! Горят! Хоп! Не горят. Хоп! Хоп! А у меня огоньки могут бегать. Подумаешь? Да у меня тоже бегают. И цвет меняют. Тим Тимыч! Ну что вам стоит? Это невозможно. Последняя просьба. Готова? Нолик, бери краскопульт. Вот, сейчас они белые. А захочу зеленые. Или вообще синие. Ну а можно оранжевые, фиолетовые, голубые, желтые. Знаете, почему маленький светодиод горит так ярко? Секрет в том, что внутри него спрятан специальный кристалл, который проводит электрический ток. Сам кристалл выглядит как тоненькая круглая пластина. Ее обрабатывают и режут на тысячи кусочков. На каждом из таких квадратиков находится много крохотных частиц электронов, которые переносят на себе электричество. Если к кристаллу подключить ток, электроны тут же срываются со своих мест, оставляя за собой вот такие следы. Когда в них попадает другой электрон, он вспыхивает. Множество таких огоньков и дает сияние светодиода. Ну что, мои кроссовки круче. А еще у них есть колесики. Колесики? Какие еще колесики? Симка? Ой. Зато у меня есть друзья, которые... У меня есть друзья. Вот пусть тебе эти твои друзья и помогают. А мы пойдем. Да, Нолик? Да. И светодиоды заберем. Дим Димыч, так же нечестно. Вот-вот. Согласен. Колесики – это уже перебор. А, значит, и у тебя все фиксики делали. Чего только эти друзья не придумают. Ага, то один, то другая. Ха-ха-ха. Страховка. Ну что, идем Лизоньку пугать? Спрашивай. Тогда вперед. Ой, Нолик, ты куда? А скалолазание? Мы же договаривались. Сам просил научить. Ой, Фаер, прости. Тут просто близнецы позвали. Я тебя тоже позвал. Ну, а не раньше. Хочешь с нами? Нет уж. Фаер, ты что, обиделся? Иди, иди. Заждались уже. Хорош, друг. Променял на новеньких. Но ничего, ничего. Сам еще назад проситься будешь. Подтягивайся. Эта страховка только мешает. А Фаер вон куда залез. И без этих веревок. А-а-а-а! Ну, без страховки, может, и удобней. Зато с ней падать не страшно. На поясе у альпинистов и скалолазов есть специальные ремни с петлей. В петле пристегивается крючок с защелкой. Карабин. Он соединяет человека с прочной веревкой, которая защищает от падения. Это и есть страховка. Кстати, страховка есть не только в горах. Она удерживает мойщиков в окон в небоскребах и не дает упасть гимнастам под куполом цирка. Даже ремень безопасности в машине это тоже страховка. Ладно, Ноличек. А что ты на это скажешь? Давай, давай, Нолин! Еще чуть-чуть! Давай, давай, Нолин! Еще! Еще! Получилось! Смотрите, мы только на одну гору забрались, а Фаер на десять. Я и мой лучший друг Игрик. А как же я? Так, подождите. По-моему, кто-то ловко монтирует. Видишь? Игрик с другого снимка. О, а тут вообще лаборатория видна. Так что твой лучший друг никуда не забирался. То есть... Ну зачем тогда? Что, Нолик, сколько нища у вас? Ха-ха! Куда твоим скалолазом до меня? Ага! Врешь, ты тоже лучше всех! Чего? Твои горы ненастоящие! Чего это ты так решил? У тебя даже страховки нет! А она мне не нужна! Эй, остановись! Упадешь! В отличие от вас, я ничего не боюсь. Скорей, в лабораторию! Он без страховки сорвется! Пусть его Игрик страхует! А-а-а! Помогите! А? Фаер, держись! Мы тебя спасем! Прежде чем пойти в настоящие горы, новичкам лучше потренироваться на скалодроме с инструктором. И хоть горы там искусственные, все равно важно соблюдать правила. Из одежды лучше всего подойдет спортивный костюм. На ногах должна быть специальная обувь с нескользящей подошвой. Лезть можно только тогда, когда инструктор проверит, правильно ли надета страховка и надежно ли она закреплена. В ожидании своей очереди отойдите от стены. Не то на голову может спуститься другой скалолаз. И никаких салфей на высоте. Падать со страховкой не страшно, но добраться до вершины куда интереснее. Ты же мог погибнуть! Можно подумать, кто-то переживал. Мы все переживали. Правда? Нолик, ты мой самый лучший друг! Угу. Игреку не говори. Кстати, хорошая высота. Полезли? Но черт по нашим правилам. Би-би! Контакт У мамы сейчас прямой эфир. Ого! И меня покажут! Дети, я в ремонт. Десять минут до эфира, а в наушниках звук пропал. И почему техника сама не чинится? О, может, я посмотрю? А ты разбираешься? Найти неполадку, выяснить причину, исправить. Сто тыщ, ты тыщ! И все работает! Ого! Ого! Ладно, можно и без тыдыщей. А инструменты там? Готово! А где поломка была? Что говорить-то? Скажи, контакты засорились. Ага. Всегда пожалуйста! Знаете, такое выражение есть контакт. Когда вилку прибора вставляют в розетку или штеггер наушников в разъем телефона, их зажимает между пластинами. Место, где они соприкасаются, называется контактом. Контакт установлен, ток бежит по проводам и техника работает как надо. Но если между двумя деталями попадет мусор или образуется ржавчина, ток не потечет и контакта не будет. Раз, раз. Меня слышно? Лучше, чем раньше. Дим Димыч, ты меня спас. Пустяки. Контакт всего лишь почистил. Тут-то что не так? Дайте-ка посмотрю. Сейчас сделаю. Тоже контакт? Ха! Да я мастер. Скорее, хвостун. Я для всех стараюсь. Или хочешь, чтобы эфир сорвался? Спасибо, фиксики. Катя, и ты молчала? У Дим Димыча золотые руки. Это еще что? Я дома все перечинил. Ноутбук, посудомойку. Помогатор. Помогатор. Что за день такой? Не работает? Дим Димыч разберется. Но электрические приборы детям не игрушка. Так он с выключенным справится. Я при вас не могу. Я стесняюсь. Ладно, у нас пять минут. Без меня не включайте. Ты что наделала? Зови теперь фиксиков. Что на этот раз? О, вы вовремя. Почините. Не-а. Ты мастер, ты чини. Я же не умею. А ты скажи сто тысяч тыдыщ. И все само починится. Ну, помогите, пожалуйста. Я не буду хвастаться. Ладно. Поставь крышку ровно. Ну вот, теперь есть контакт. И все. Во многих умных приборах есть защита от детей и рассеянных взрослых. Клавельник пищит, если дверца закрыта неплохо. Стиральные машины, чайники, утюги сами отключаются, когда работа закончена. Соковыжималка, мультиварка или кухонный комбайн просто не будут работать с плохо закрытой крышкой. Да что там! Современные автомобили умеют тормозить в случае опасности. Очень удобно, правда? Но целиком надеяться на технику все-таки не стоит. Да и фиксики иногда могут запоздать с помощью. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте приборы надолго без присмотра и берегите их от поломок. Всем пока! До встречи! Дим Димыч, огромное спасибо! Ты очень помог. Да, это не совсем я. А кто же? Ему опытные мастера подсказали. А, вот оно что. Ой, а дашь их контакты. Мне бы пылесос посмотреть. Пошли! Нам еще пылесос чинить. Компьютер Надо же! Быстро доставили. О, новенький ноутбук! Куда? Заметят. Забыл-ка, вчера чуть не попался? Ну, не попался же! Вот что, лети-ка в комнату и не спорь. Посмотрим. Компьютер состоит из монитора, клавиатуры, мышки и вот такого ящика системного блока. Его еще называют мозгом прибора. А у складного компьютера ноутбука все спрятано в корпусе. Даже камера. В отличие от своего собрата, ноутбук работает не только от розетки, но и от батарейки. Да и современный телефон. Он – это компьютер. Он тоже столько всего умеет и влезет в любой карман. Ой, забыл! Я с опомогатором! Папус, ты где? Ага, вижу. Вы в моем компьютере. Что? Мне нужны все эти программы и еще антивирус. Установите? Отлично. Пофиксите все как надо. Пофиксите? Это мой сын так говорит. Да, смешно. Папус, в компьютере? Я вам пока не нужен. Тогда не буду мешать. Ну, папус! Нолик, ты почему еще здесь? Это ты почему с папой Дим Димыча говорил? Что? Фиксики с людьми не общаются. И вообще, я тут был. В ноутбуке кто? Мася! Я ее с утра не видел. Летим скорее! Ага, смотрю. Давайте тут сохраним. Не верю своим глазам. Что там? Тш-ш-ш! Мася! Я? А что происходит? Ты с ним разговаривала? Ну, конечно. Симка! Это она в компьютере. С папой Дим Димыча общается. Ох, нет. Смотри, смотри. Ну, попадет ей. Кому? Симка, ты здесь? Ну, да. А вы чего? Кто-то из нас в папе компьютер настраивает. Вон! Ну, мы же все тут. Ах, кроме Дедуса. Точно. Там Дедус. Он в плену. Папа его поймал, запер и заставляет ставить программы. Вы уверены? Да. Дедуса надо спасать. Со мной! Дедус! А? Что случилось? Мы думали, ты в плену. Компьютер настраиваешь. Я? Ничего не понимаю. Да, Нолик. Мы тоже ничего не понимаем. Зато я поняла. Это не Фиксик, а удаленный мастер. Ха-ха-ха. Ой, не могу. Какой мастер? Сломавшийся компьютер придется нести в ремонт. А если нужно скачать обновление, удалить вирус или разобраться с ошибкой, проще обратиться к мастеру, который работает дистанционно, то есть на расстоянии. Он подключится к устройству где бы вы ни были. Главное, чтобы там работал интернет. Теперь специалист может делать с компьютером все, что угодно, как будто сам за ним сидит. Например, ускорить его работу или настроить программу. Кстати, удаленно сегодня работают не только такие мастера, но и люди других профессий. Программисты, бухгалтеры, даже ученые. Правда здорово? Отлично, все есть. Спасибо вам огромное. Кстати, еще хотел спросить... Фиксик в плену. Кто же вам так голову заморочил? А чего я? Это папа Дин Димыча виноват. И новенький ноутбук. Ха-ха-ха. 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 Шпаргалка. Ха! Симка подготовилась. Целый класс придумала. Даже доску притащила. Конечно. И это контрольно переписывать не надо. Симка. Я проверил ваши работы. Симка, все отлично, как всегда. Да. Хи-хи. А у тебя что? Ничего. Ничего. И это ничего. Ничего. Надо исправить. Помоги, пожалуйста, Файеру подготовиться. Только не это. Только не это. Через час встречаемся у меня. Не опаздывай. Вечно это. Симка, все отлично, как всегда. Записка. Интересненько. Шпаргалка. Ага. Так вот откуда все пятерки. Профессор оценит. Хотя не самому пригодится. По легенде, шпаргалками пользовались аж в восьмом веке нашей эры. Карл Великий хоть и был королем, но не мог запомнить, как писать свое имя. Поэтому он всегда носил с собой листок со своей подписью и копировал ее, то есть списывал. В театре были люди-шпаргалки, суфлеры. Они подсказывали актерам, если те забывали слова. Сейчас ведущие новостей, прогноза погоды, блогеры пользуются телесуфлером. Перед объективом камеры ставят стекло, которое отражает бегущий на планшете текст. В кадре этого не видно. И зрители думают, что ведущий не читает, а рассказывает новости наизусть. Профессор, я готов. Уже все выучил? Там и учить-то нечего. Ну что ж, садись. Нога чешется. Ой, и спина затекла. Так-так, решил списать. Я... Это не моя шпаргалка, это симки. Неужели? Но списываешь-то ты. Иди готовься. Ну, наконец-то. Я уже думала, ты забыл. Забирай свою шпору. Я так тоже могу пятерки получать. И много уже получил. Ну, ладно тебе. Шпаргалки помогают только тем, кто пишет их сам. Не смеши. Пиши. Да тут места нет. А ты мелко пиши. И аккуратно. Готово. А как ее вытащить, чтобы профессор не застукал? Никак. Я на контрольных не списываю. Что? Я зря столько пыхтел? Не зря. Она поможет. Только по-другому. Думаете, шпаргалки нужны только двоечникам? А вот и нет. Их полезно делать всем. Сложное слово, формула или дату. Гораздо проще запомнить, если прописать их несколько раз. Главное не строчить бумажки всю ночь, а как следует выспаться. И на контрольной шпаргалка точно не понадобится. Только помните, на бумажку надейся, а уроки учи. Без этого никакая подсказка не сработает. Стивка! Я все сдал. И даже ни разу не подглядел. Прям ни разу? Шпаргалка правда волшебная. Ха-ха. Ты так и не понял, что сам все выучил? Как? Пока ее готовил. А-а-а. Ну, держись. Теперь я стану первым в классе. Ага. Садись, будем заниматься. Зачем? У меня же есть... С одними шпаргалками отличником не станешь. Так-так. Снова прогуливайте. О-о-о! Симка, Нолик, вы видели это? О-о-о! Голова Чудакова? Ага. Одна голова Чудакова хорошо, а две лучше. Ха-ха. Ха-ха. Что такого? Лизонька профессору памятник лепит из гипса. Так это ж пластилин. Заготовка из пластилина. По ней делают форму и заливают туда гипс. Пошли, в школу опаздываем. Э-э-э. Тут дела поинтереснее. Будем гипс проверять. Так и передайте. Прогульщики. Бомбочкой. Гипс – это минерал, который добывают в горах. А на заводе измельчают порошок. Если порошок смешать с водой, получится масса, похожая на тесто. Из нее можно слепить все, что угодно. Например, скульптуру или колонну. Главное – работать быстро, чтобы материал не успел застыть. В затвердевшем виде гипс, кстати, прочный, но не как камень. Поэтому гипсовые фигуры лучше не ронять. Ха-ха, качественно загипсовались. Как волнительно. Стой! Я увековечу гения Евгеньевича для потомков. Ой, какие фигурки! Наверное, к гипсу прилагались. Надо вас раскрасить. Где-то у меня был лак. Вот влипли. Бежим! Хороший гипс. Прочный. Превратимся в шестеренки. Не могу, гипс мешает. Нашла. Какие неустойчивые. Ладно, в полоску или в горошек. Гений Евгеньевич, а я вам сюрприз готовлю. Ни за что не угадайте. Что? У вас в кабинете? Поняла. Ага. Думай. Или так и останемся памятниками в горошек. Будем падать. С ума сошел? Разобьешься! Зато гипс сломается. Я поняла. Все-таки в цветочек. Какие-то они неровные. Не буду красить. Сначала отшлифую. Ты игрался? Лучше бы в школу пошли. Тебе же нравилось быть скульптурой. Вот и останемся ею навсегда. Из-за тебя. Ах так! Сейчас ты у меня получишь! Из гипса делают не только скульптуры. Это удобный материал для строительства. С его помощью можно возвести новую стену и поделить большую комнату на две маленьких. В медицине без гипса тоже никуда. Стоматологи делают слепки зубов. По ним изготавливают протезы или брекеты, чтобы зубы были ровными и красивыми. И, конечно, это незаменимая вещь при переломе. Бинты вымачивают в растворе гипса и слой за слоем накладывают на травмированную руку или ногу. Повязка застывает, фиксируют кости и они срастаются. А еще на ней можно нарисовать что-нибудь веселое, чтобы приободрить друга. Ну, конец! Что происходит? Симка, Нолик, сюда! А где фигурки? Скоро же профессор придет. Нужно все доделать. Фигурки потом найду. Не убегут же они в самом деле. Как говорится, я памятник себе воздвиг нерукотворный. Очень даже рукотворный! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Да уж! Скучно сидеть на уроках. Зато как весело стоять! Хе-хе-хе-хе! Прятки! Минус восемнадцать плюс десять два деленное на шестнадцать в пятой степени. Симка, давай в прятки, а? Ты обещала? Не сейчас Ага, так-так-так Разочек, и будешь дальше свои примеры решать С жучкой поиграй Не хочешь, я водить буду, а ты прятаться Сумма квадратов катетов равна... Говорила, что обещание надо выполнять, а сама уткнулась в фикситап Так, посчитаем, минус 18, плюс 32 деленное на 16 в пятой степени Вставай, вставай, скорее! Что еще? На кухне такой бум случился! Я не слышала никаких бумов Папу зовет, срочно! Ну ладно Я подержу Вот теперь точно в прятки поиграем При встрече с человеком фиксики превращаются в винтики или просто прячутся Детей учат этому дома и в школе Правда, некоторые фиксики стараются найти укромное местечко, никогда не готовы к уроку А взрослые фиксики ездят на соревнования по пряткам В этом году победил друг папуса Его так долго не могли найти, что он разрядился и сам того не желая превратился в винтик Люди тоже любят эту игру Кто-то вводит, остальные прячутся Или наоборот, все вместе ищут одного Кто нашел, тоже прячется До тех пор, пока не останется всего один человек Тогда игра начинается заново На кухне все в порядке Слышишь, Нолик? Ты где? А где фикситап? Ку-ку Опять твои шуточки Отдай мой фикситап Сначала найди Легко Не угадала Итапия нет Хе-хе-хе Подсказать? Давай, горячо-холодно Холодно Еще холоднее Тепло Горячо Паша! Ну и где же ты, раз горячо? Горячо, это значит сгорела Не в ту сторону пошла Ты путаешь Если я иду правильно, то горячо А неправильно холодно Да? Давай проще Налево или направо? Прямо Эм, направо Ой, ой, не туда Ты же сказал направо Перепутал Сейчас точно направо Лево, лево Давай налево, налево давай Ой, нет, направо давай Поворачивай налево Ой, то есть направо Опять не туда пошла Так Я лучше без подсказок тебя найду Телевизор 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 Ти-ти-ти-ти-ти-телевизор Трансформатор Синтезатор Экскаватор Ну что, сдаешься? Значит, я выиграл, и ты снова в воду! Я с тобой не играла! Ну быстро отдай фиксит ап! Хорошо, хорошо! Ой, а у меня его нет! Что? Он, это, в коридоре, в правом ботинке Дим Димыча! Я там сидел! Упс! Кусачка! Фу! Синка, не надо! Она нас съест! А кто просил в ботинках прятаться? Стоп! Говоришь, правый ботинок? Ну да! Ой, это был левый! А я опять все напутал! Их! Да! Придется тебя научить! Запоминай! Вот это лево, а вот это... Право! А-а-а! Налево, направо, левей, правей! Налево, направо, налево, направо! Ха-ха-ха-ха! А-а-а! А-а-а! А-а! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова